Это напряжение питания, плюс-минус, хотя на самом деле перемен напряжения можно подавать. А вот это вот контакты, те которые будут включать какой-то там нагреватель, какой-то там ТЭН или в общем кипятильник, не важно что. Может в аквариуме он будет у вас там включать, что-то регулировать. Они выпускаются на разные напряжения, 12, 24, 5 вольт и есть еще которые на 220 вольт, то есть 110, 220. Вот тут вот помечено на какое напряжение, вот этот вот на 220. Вот. А может он управлять нагрузкой 10 ампер, 250 вольт. Ну вот, это значит получаться, значит сколько, 2500 ватт может нагрузку включать. Или же, если на 12 вольт, то соответственно до 20 ампер может он. А называется он W3230. Я тут сам подписал, потому что тут нигде ничего не написано, как он дразнится то непонятно. Да, на упаковке только было. Вот. А он вставляется, вон окно такое делаем, потом у него здесь вот есть пружинные такие вот, вот они пластмасски такие, и он туда вставляется и защелкивается. Вот. И все. Так что вот так вот. Ну а тут включать как? Все очень просто. На даче у меня есть душ. Так вот, там бочка сверху, она на солнце нагревается очень хорошо. Она у меня черной краской покрашена специально для этого. Но сейчас уже осень. Солнце может и не всегда быть. А душ я хочу, чтобы у меня всегда был теплый. Поэтому вот этот регулятор у меня будет включать ТЭН. А ТЭН у меня встроен в крышку сверху, поэтому надо, чтобы бочка была полная, иначе ТЭН сгорит. Поэтому надо блокировку сделать. А блокировку сделать как? Вот я сейчас открыл. Вот. Она открывается элементарно. Здесь вот такие вот сжимки есть вот. Их туда отжимаем, защелки эти, и все, и он открывается. А тут, если посмотреть, то видно, что здесь есть реле, которое включает этот самый нагреватель. Вот у него шины широкие такие. Значит, получается, что если я сделаю уровень в бачке, когда полный, там у меня реле будет включаться, такое малогабаритное, маленькое, и оно должно давать разрешение включаться вот этому. Вот. Поэтому надо посмотреть, как тут это дело сделано. Для этого сейчас попробуем его открыть. Тут тоже защелки. Так. Отжимаем. Одна сторона освободилась. Так. Теперь вторую надо. Вот он, он, этот самый, датчик-то. Его потом удлинять надо будет мне. Вот так вот он вынимается. Вон, тут вот микровыключатели эти. Так. Теперь смотрим внимательно реле. Вот наше реле. Вот его контакты. Вот. Это в самом реле. Так. А теперь нужно разобраться, где у него катушка. Которая он там. Вот. Но это, значит, очень просто. Нужно просто взять и прозвонить. И всё. Так что я показывать это не буду. Ничего тут мудрёного нету. Я здесь вызваниваю. Потом дорожку разрываю. И сделаю. Контакт вывожу. Ну, вот тут же, где этот провод выходит, рядом вывожу ещё один провод для того, чтобы он разрывал мне питание этого реле. Подали напряжение на наше устройство. Вот эта вот шкала, вот эта. Это показывает та температура, которая в данный момент здесь окружающая. То есть, та температура, в которой вот этот вот датчик, где помещен. Вот я в руки взял, и температура повышается. А вот эта вот шкала, это показывает, на какое напряжение, на какое температуру у нас установлено вот это, чтобы всё это дело срабатывало у нас. Вот. Её можно регулировать. Вот мы нажимаем, вот так, и всё. И можем её тут убавлять, или прибавлять, смотря, что нам тут хочется. Вот так. Есть у нас, есть выключатель. Мы можем вообще взять и выкручить всё это дело. Или же снова включить. Вот, снова включается. Так, здесь есть разные режимы. Вот если мы нажимаем, вот так вот и держим какое-то время, то потом у нас загорается буква P, P0. Вот показывает вот это H, это значит, хейт, тепло. Вот. Или же мы можем переключить холод. Вот. То есть, выше 0 градусов или ниже 0 градусов, на каком она должна у нас работать. Вот мы такое включаем. Потом дальше берём, вот, P1. Это у нас гистерезис в градусах. Вот его можно больше, меньше делать. Ну вот. Ну вот, можно до 10 минут сделать. Или же вообще выключить, чтобы сразу всё работало. Вот. Так, потом нажимаем дальше. P2. Это верхний предел работы, 120 градусов. Потом P3. Это у нас нижний предел работы. Ну, его можно тут регулировать. Если нам так вдруг захотелось. Не знаю, зачем это нужно. Так, потом есть у нас такая P4. Калибровка датчика. Если у нас неправильно показывает, мы можем его взять и выставить. Насколько там его откалибровать можно. Так. Потом есть у нас P5. Это задержка включения реле. До 10 минут можем. Вот. Больше, меньше делать. Вот. Ну, вдруг у нас температура всё время туда-сюда колышется там всякое. И нам это, значит, нужно с задержкой. Так, P6 – это включение сигнализации. Вот. Она у нас ничего не включать не будет. Просто здесь, когда она сработает, значит, то у нас вот это вот всё будет моргать. Вот. Так. Потом, значит, держим дальше, держим дальше. Значит, у нас P7. P7 будет дальше. Это блокировка клавиатуры. Вот надо нам её или не надо. То есть мы можем заблокировать вот эти кнопки. Вот. Но это всё равно будет работать. Кнопка вот эта. Вот. Для того, чтобы потом разблокировать. Так. P8. Заводские настройки. Вот. Если нам захотелось, чтобы у нас всё в заводские настройки сбросилось. Вот. Вот. И всё. Больше тут ничего такого нету. Так. Значит, тут у нас сейчас стоит температура 27 градусов. Вот этот вот датчик наш, этот 27 градусов. Вот. А выставлено, чтобы у нас 28. Вот. Нагрелось до 28 градусов. Нагрелось. Вот сейчас у нас вот тут вот светит наш этот. Вот он он. Это неонка у меня тут. Тут у меня сделано. Тут у меня сделано вот разъём. Это у меня ТЭН будет включаться сюда. Да. И вот эта неонка параллельно этому разъёму. Вот сейчас включено, что он у нас греет. Вот. Ну вот она, допустим, греет. Вот мы взяли руки вот так. И начинаем её греть. Вот температура повышается. Всё. Она уже дошла до того, что... И она у нас уже выключилась. Всё. Потому что нагрело. Всё. Теперь у нас начинается процесс остывания. Вот он когда дойдёт до этого, и смотря какой у нас там гистерезис, и задержка здесь была выставлена, он у нас должен будет включиться. Ну вот и всё. Больше чего тут про него рассказывать. Всё и так понятно. Этот блок управления подвергся жёсткой модернизации. Значит, что он может? Ну, я это уже показывал, но снова повторяюсь. Значит, уровень воды в баке – это нижний уровень, средний и верхний уровень. Вот они, светодиоды, загораются. Потом мне сказали, а когда ты намылишься, и вода у тебя вся кончится, что ты будешь делать-то? Вот поэтому я тут сделал ещё звуковую сигнализацию. Когда нижний уровень у меня будет, у меня как раз воды запаса остаётся, чтобы я, так сказать, физиономию свою вымыл. Значит, здесь звуковой сигнал будет. Всё. И он начинает пищать у меня. Значит, что всё, вылазь, хорош уже, да, домывайся. Светодиод загорается, вот этот красненький. Ну и всё. А теперь у меня ещё и нагреватель сделанный. Вот этот вот терморегулятор здесь. Температуру любую задаю. Сюда у меня включается ТЭН. Если надо, не хочу, чтобы он грел там, и вообще могу его выдернуть. Когда у меня напряжение на ТЭН идёт, вот здесь вот эта неонка у меня светит. Так что всё хорошо видно. Вот. Здесь у нас включаются датчики. Вот датчики у нас включаются через этот разъём. Вот оно. Вот так вот берём его и включаем. Так, ага, вот так. Вот так. Точно. О, так. А сами датчики, вот они какие. Они на край бачка вот так вешаются, вот. Вот так. Вот он верхний уровень, средний, нижний уровень воды. Вот вода как доходит, всё, светодиод загорается. Вот. Но так как у меня этот самый ТЭН вмонтирован в крышке бачка, вот, поэтому мне нельзя его включать, когда бак у меня не полный. Поэтому здесь сделана блокировка. Вот светодиод у меня верхний загорается, там у меня реле срабатывает, и она даёт разрешение на включение этого самого нагревателя. И всё. Как уровень воды упадёт, значит, всё, и этот тухнет, реле там отваливается, и вот этот, обестачивается этот самый нагреватель. Ну, вот и всё. Чё тут больше рассказывать? Всё понятно. Вот. Сегодня везу его на дачу и пробую. Так как, вообще-то, и он, нагреватель, там не нужен, потому что летом в бачке вода нагревается на солнце очень хорошо. Вот. И ни к чему. Но сейчас осень, а вдруг я захочу похлюпаться, а вода холодная, вот, а на небе облака, солнце ничего не греет, вот, тогда я могу включить вот это своё устройство. И всё. Ну, саму она может тут выключаться, вот она, кнопочка есть, вот. Ну, и можно и тенет выдернуть, и всё. Тен заземлён, так что ничего страшного. Вот. А вот эта вся сигнализация, она от отдельного трансформатора, от маленького такого, и у него обмотка первичная, вторичная, изолированы друг от друга. Очень хорошо, на разных каркасах. Так, ладно, на этом я заканчиваю. Всего вам хорошего. Спасибо вам за просмотр. Подписывайтесь на мой канал. Субтитры сделал DimaTorzok